Всех приветствую! Меня зовут Екатерина Андросова, и в этом видео я расскажу об онлайн-занятиях про наямы для начинающих на ресурсе asanaonline.ru. В этом анонсе я расскажу о формате занятий, о том, как будут проходить практики и на какую аудиторию они рассчитаны. И перед тем, как начать рассказ о самих занятиях, хотел бы представиться и рассказать немного о себе. Это видео я снимаю в 2020 году, сейчас мне 38 лет. Я начала заниматься йогой в 2008 году примерно, и в 2009 году провела первое занятие по хатха-йоге. С 2011 активно веду занятия по йоге, участвую в семинарах и различных курсах клуба УМРУ, и примерно с 2016 года веду онлайн-занятия по хатха-йоге. Дыхательные техники про наяму я исследую достаточно давно. Сначала своей преподавательской деятельности посещаю занятия, семинары учителей хатха-йоги, а также изучаю литературу про наямы, которая доступна на русском языке. И, следуя совету и рекомендациям Андрея Верба на нашем ресурсе asanaonline.ru, теперь появились занятия про наямы для начинающих. Эти занятия планируются к проведению на регулярной основе, то есть каждый понедельник, среду и пятницу мы будем собираться с вами по вечерам и в течение часа практиковать дыхательные техники. Это не означает, что в течение часа мы будем сидеть неподвижно и выполнять какую-то одну про наяму. Наше занятие для начинающих. Это означает, что будет много повторений, коротких сессий и также много информации об эффектах, которые могут нас вдохновить на регулярную практику. Я считаю, что именно какие-то рекомендации, советы, слова, высказывания о техниках, которые мы выполняем, они находят внутренний отклик, благодаря чему у нас появляется мотивация вновь и вновь делать попытки до того момента, пока вы не почувствуете личный опыт, личные переживания и уже потом, опираясь на этот опыт, сможете заниматься регулярно или в группе, или, возможно, самостоятельно. Теперь несколько слов о формате самих занятий. Каждую неделю я буду предлагать тему занятий и наши три занятия будут являться поддерживающими, на которых мы с вами будем разбирать и углублять эту тему. В чате буду писать ответы на ваши вопросы, которые будут появляться во время наших групповых коллективных практик, а также во время вашей самостоятельной работы, так как предполагается, что вы занимаетесь проноемой не только в понедельник, среду и пятницу, но пытаетесь находить время хотя бы для небольшой сессии и в другие дни недели. Мне бы очень хотелось, и я верю, что это возможно, чтобы наши занятия были для вас не рутиной или обязанностью по получению личного опыта в пронояме, потому что с асанами уже давно занимаемся и пора переходить к чему-то посерьезней. Я уверена, что занятия могут быть определенным исследованием тех техник, которые мы изучаем в теории, через книги, через посещение или слушание семинаров по пронояме. И это исследование приводит к тому личному опыту, который в дальнейшем мотивирует и вдохновляет на личную регулярную практику проноямы. На наших занятиях по пронояме мы будем осваивать и выполнять такие дыхательные техники, как полное йоговское дыхание, дыхание уджаи, надишотхана пронояма, дыхание капалабхати и многие другие. Мы будем изучать, выполнять и время от времени возвращаться к уже пройденному. Во время промежуточных сессий отдыха я буду рассказывать вам разные вдохновляющие истории о проноямах и, конечно, про эффекты, чтобы у вас была мотивация и интерес заниматься дальше. Несколько слов хочу сказать о тех книгах по пронояме, которые я изучала и продолжаю изучать, которые меня всегда вдохновляли. Если вы занимаетесь проноямом самостоятельно, возможно, тоже вам будет интересно. Все книги очень значимы, вне зависимости от той последовательности, в которой они будут названы. С вами Сатянанда Сарасвати, асана пронояма мудра бандха. Андрея ван Лизбет, пронояма путь к тайным йоге. Артем Фролов, пронояма и шаткарма. Древние тантрические техники йоги и крии, водный курс. Хатха-йога Прадипика, в комментариях с вами Сатянанда Сарасвати. Книга «Прана, пронояма, проноидия», автор, с вами Ниранжананда Сарасвати. И такие современные издания, как «Анатомия хатха-йоги» Дэвида Коултера и «Йога-терапия, практическое руководство», автор Артем Фролов. На этом краткий обзор занятий завершен. Буду очень рада, если вы решитесь на участие в занятиях пронояма для начинающих. На нашем ресурсе asanonline.ru возможно разовое участие. Но для того, чтобы понять формат занятий, насколько подходят занятия именно вам, я советую брать абонемент. И это будет в то же время вас мотивировать приходить на занятия регулярно. Если у вас остались какие-то вопросы по занятиям, пожалуйста, пишите в комментариях к этому видео, и я сделаю дополнительный обзор анонс занятий в ближайшем видео. Желаю вам успехов в практике и до встречи на занятиях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова